Доброе утро всем! У меня утро, у кого как. Сегодня решил заняться великими делами. Вот тут у нас хлев. Старый-старый. Раньше там полный был скотины. И тут была куча навоза. Она была зимой до самой крыши. А за лето перегнивала, опускалась немножко. И тогда в октябре собирали тылаку, брали 25-ку, навозник. И грузили этот навоз и вывозили на поле. Тут уже лет 8. Кроме курей, больше ничего не держим. Невыгодно. Ну и остатки навоза. Крайний раз, когда вывозили, немножко оставили на следующий год. Но так он и остался. Тут были листья. В общем, навоз, листья, компост. Он перегнил уже. И если вилами, да его почти не взять, чтобы в прицеп или еще куда-то кинуть. Поэтому я поехал к соседу, одолжил МТЗ-82-ку с фронтальником, с ковшом. Вот первый тестовый забор сделал. Ну, трактор в этом компосте тонет. Надо будет как-то по-другому. Ну, идея такая. Ковш на землю положить, белами или лопатой грузить это все добро. И вывозить на поле. Высыпать, а потом то, что тут останется, присыпать землей. Потому что иначе тут ну, как будто компост еще бы пригодился. Но он зарастает летом крапивой, всякой травой. И плюс куры его разрывают по всей территории. Надо убрать. Тут это место обрастет травкой. И будет все ровненько. КОНЕЦ 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 Первый КОУШ набрал. Едут у поля. Вот у меня оставлен кусочек для картошки. Пока набирал, я молчал, потому что тропы заняты. Такой-то буду возникать от этого. Где густо, где густо, потом придут придут и выровняю лопатой, рюнами кладбищем. Так расхватывается. Видно, кучи получились все быстрее пойдет, чем лопатой. Так, ну вот тут я собрал, что смог. Получилась яма такая неглубокая. И немножко компоста еще осталось. Тут колесами разрыл, подровнял. Надо будет взять 25-ку, прицеп маленький и привезти эту яму засыпать почвой. Ну, то есть недалеко пруд давно выкопанный. Там полы с глиной. Засыплю глины сверху, присыплю этим же компостом и все. Тут больше не будет у нас ничего такого, чтобы вот эти вот товарищи тут все не разрывали. вон, как все, листья летят, копают и роют. Ну, а сегодня день такой. То солнце, то, то, то туча. Непонятно и прохладно. В общем, я своими делами тут закончил почти заниматься. Надо на поле еще раскидать кучки и сходить к соседу. Он тоже похожим делом занимается навозным, навозно-компостным. Ну вот, как я и говорил, сразу же забором тоже идет процесс уборки погрузки навоза. Т-25 прицеп, разбрасыватель. Я его всегда по дурости называл Роу. Нет, это неправильно. Он один ПТУ-4. Полуприцеп, разбрасыватель. Там на бирке, ну, не прочитать, но еле-еле видно, когда она мокрая. Ну, вот, сосед еще держит скотинку, три коровы. Ему накапливается примерно вот такая куча навоза. И погрузка идет вручную. Никаких погрузчиков, потому что, как вы сами можете видеть, тут пространство для маневра не очень. Поэтому погрузка идет вручную. Сейчас грузчики постеснялись сниматься, так как они на этой работе очень красивые. Пахнет тут не розами, конечно, но все идет понемножку. Значит, почему вручную? Ну, во-первых, тут места мало, во-вторых, ну, каким-нибудь куном или чем-то погрузить невозможно. Погрузчик бы, ну, на базе Т-16 бы тут забрался. Но минус такой механической погрузки в этот прицеп, что 25-ки трудно тогда разбрасывать навоз. Когда грузится вручную, он, этот навоз, все, как бы, ну, маленькими кусочками грузится в прицеп до бортов и чуть-чуть выше. А если грузить погрузчиком, тогда оно все сжимается, и трактору трудно на поле это все растрясти, и навоз вылетает большими комьями, а так более-менее все распределяется равномерно и все происходит. Ну, это куча работы на... Ну, тут вдвоем сегодня работают соседи. Ну, на пару дней не спеша. Я уже говорил, когда вот с утра снимал свою кучу, она была раз пять больше обычно. мы в четвером разбрасывали, грузили в прицеп. Ну, то есть, трое грузили. Я пока вылезал с трактора, пока переодевал сапоги, но тоже доставалось, но меньше. Ну, вот, три человека в основном, плюс пол человека, можно сказать. И с утра с восьми с перекурами, ну, почти, без перекура грузчики курили, а я все время. И до четырех-пяти вечера и справлялись с этим делом. Ну вот, прицеп нагружен, сейчас маневры. Выехать с этого узкого пространства между сараем, хлевом и этой елью задом отдать немножко назад, развернуться и ехать на поле. Да, ветер сегодня, такой скажу я вам, совсем не вкусный. Просто помолчим и понаблюдаем. потому что, наверное, то, что я говорю, слышать будет невозможно. Как я и говорил, нагружается до бортов, а сейчас даже еще немножко меньше, потому что первые вазы навоз не прогоревший, много сломок, трудно раскидывать. Ну и сам процесс разбрасывания. Тут рядом куча листьев, листьев вывезены на поле, они еще не раскиданы. А потом все разбросается, ну, блин, четный ветер. северо-западный, северо-западный, такой неприятный. Довольно равномерно разбрасывается по центру больше, по краям чуть меньше. надеюсь, лепешку не получу в лоб. Что-то ведет на голову. Вот, вот, вот. Один проезд до конца и прицеп уже пустой. Ну, вот, спятка нагрузки. Ну, горку чувствуется. Самая проблема, когда одна треть выходит, бывает, если за много загрузишь, вот тогда чувствуется нагрузка. Даже приходится пристанавливаться на месте стоя покрутить, чтобы выкинуло немножко. А потом он с этим слегка справляется, нет никаких проблем. И это только потому, что вручную грузится. Грузил бы погрузчик, но тяжко бы пришлось. Куча листьев там впереди видно. Там все разровняется, разбросается, это поле будет запахиваться. Вот, прицеп пустой. Немножко прокрутить, чтобы ничего осталось и все. На следующую погрузку. На этом всем спасибо. До свидания. Руки замерзли, сопли текут. Не болеете.